Привет, ребята! Очень хотела с вами поговорить и много мыслей в голове по поводу того, что происходит о моих каналах, о статистике и прочем, о своей деятельности. И, честно говоря, мыслей, конечно, много, я часто об этом думала, но подумала, что мне всё-таки надо этим с вами поделиться и рассказать всё, что на душе. Так вот, я, конечно же, безусловно, вижу, насколько упала активность, насколько упали просмотры, расстраивает ли это меня? Да, безусловно, расстраивает. Дело вот в чём. Уходить ли, понимаете, когда настолько упало, как бы у тебя всё, да? Уходить ли, стоит ли заканчивать? Я не готова, я слишком много времени и сил потратила на свои каналы, и плюс это моё любимое дело, я сейчас не готова с этим прощаться, я не готова остановиться. Несмотря на то, что всё довольно плачевно по статистике. Вот, поэтому на данном этапе я, конечно, задумывалась об этом, но я поняла, что я не смогу. Мне очень нравится заниматься летсплеем, нравится записывать видео, нравится общаться с подписчиками, отвечать на комментарии. Мне нравится наш чат в группе ВКонтакте, я люблю туда заходить, общаться с ребятами, поэтому я не готова сейчас всё это оставить. При том, что ещё плюсом, я, безусловно, обожаю наши стримы. Я люблю, когда мы все вместе вечерком сидим, там очень много хохота, ржача, много смешных комментариев. Я очень люблю ребят, с которыми стримлю, Даню и Фрости, и я тоже не готова с этим пока попрощаться. Я хочу продолжать с ними, играть и стримить, и общаться. Поэтому, несмотря на всю статистику, ничего, ничего, как бы продолжаем. Я бы хотела ещё объяснить, почему так. Я тоже иногда о чём думала, почему же так случилось. Ну, сейчас очень сильно изменился YouTube. Вот я начинала 7 лет назад, естественно, у каждого человека есть, если он начинает какую-то деятельность, есть подъём, подъём и спад. И вот даже профессионалы, раскручивая какого-то певца или группы, там говорят, что у него есть срок 8 лет. То есть это для подъёма, и потом уже идёт спад. У меня был свой подъём, у меня был такой пик, когда там по нескольку тысяч было просмотров. У меня несколько миллионов просмотров на видео с Рапунцель, например. 4 или уже 5 миллионов. Вот, то есть есть такие видео, которые выстреливали по нескольку сот тысяч просмотров. Сейчас же даже сотку бывает, не переваливает видео. Сто просмотров даже бывает нет. Вот, то есть, понимаете, я вижу очень большую разницу. Но сейчас на YouTube совсем другие тенденции. Очень много повылазило мукбангеров. То есть просто человек жрёт на камеру как не в себя, и это стало, блин, популярно. Ну, может быть, конечно, такой формат интересен чем-то... Не знаю, короче. Я, видите, у меня совсем другое направление, я очень далеко от этого. Поэтому, ну, да, возможно, это сейчас привлекает как-то людей. Вот, и очень много стали все блогерами, влогерами, короче, ходят просто с камерой везде, чуть ли не в туалете. Уже скоро, наверное, будут сидеть. В общем, снимают каждый свой шаг, и люди интересуются, наблюдают за этим. То, как проходят игры, уже совсем вылетело, ну, в тираж, практически не котируются такие каналы. Остались на плаву только мастодонты этого жанра, миллионники, так скажем. Остальные уже не имеют никакого развития, и только падение, и уменьшение просмотров. Так вот, в какой-то момент, кстати, когда я разделила каналы, у меня очень сильно начал расти мой второй канал. Моё второе детище, Ниагары Геймплей, где вот есть Ниагары Геймплей. Так вот, он начал подниматься, ну, чё, на сладком флирте? Сладкий флирт, Халдария, там стали просто безумные просмотры, 15-30 тысяч там на видео. Вот, и первый канал мой стал затухать потихоньку. Вот, я стала больше времени уделять второму каналу. Естественно, потому что я вижу отдачу, я вижу, что людям нравится, они лайкают, пишут комментарии. И когда я получаю отдачу, мне хочется её делать ещё, понимаете? Это взаимосвязь. А когда ты видишь практически ничего, ну, и делать, собственно, ничего не хочется. Это же, это логично, это нормальная реакция человека. Ну, так вот. Когда закончилась вся эта попея со сладким флиртом, когда BeMove просто перекрыли кислород всем летсплейщикам, которые записывали их игры и сказали, ша, короче, ничего вы сейчас больше не запишите, пусть сами играют. Вот, естественно, стали падать и просмотры, и отписки. То есть люди однобокие, они смотрели только что-то одно, они не видят шире этого ничего. То есть не хотят вообще воспринимать больше ничего, только определённую игру, определённый формат. Хотя у меня много чего есть на канале, и чтение фанфиков, и новеллы, и разные игры. Ну, да ладно. Интереса, видимо, нет у людей другого. Хорошо, и вот, и после того, как в Ютубе у меня так получилась такая ситуация с BeMove, что теперь нельзя дальше ничего снимать по этим играм, у меня стала расти активность на первом канале. Как ни странно, я уже и не думала чего-то от него ожидать, просто записывала, потому что мне нравится это делать. И на самом деле там стали прирастать подписчики, как ни странно. Стали расти просмотры, удивительно. Я стала больше уклон делать на первый канал. На втором тоже поддерживаю активность, но уже не так, как раньше. Вот, это я всё к чему, что времена меняются, и я вижу, насколько это как бы уже неактуально, что ли, в наше время. Но всё равно я хочу, чтобы вы знали, что я в каждое видео вкладываю свою душу, эмоции. Я очень стараюсь, чтобы вам было приятно посмотреть это видео. Мне очень хочется видеть обратную связь, потому что когда ты получаешь что-то взамен, это тебя наполняет. Я не могу быть постоянно пустым стаканом, понимаете? Когда вот, ну я, допустим, сосуд, да, стакан, который наполнен. И я, вкладывая в видео, я оттуда убираю, да? То есть выливаю в видео, выливаю, выливаю, и я не получаю ничего взамен, я останусь пустым стаканом. Надеюсь, вы поняли аллегорию. Я должна что-то получать взамен, понимаете? Вот, и я очень сильно наполняюсь на наших стримах. Я их просто обожаю. Вот все люди, которые приходят на стримы, огромное вам спасибо, правда. Это для меня очень большая энергетическая подпитка и зарядка. Мне очень нравится проводить с вами вечера. Люблю, люблю стримы. Вот. Так что пока на данный момент такая вот ситуация. Я знаю, многие мне писали, как поднять активность, как раскрутиться, типа пиши там везде, плати, пиарься. Нет, я этого делать не хочу, во-первых. И не буду, и не стану. И уже, как я вам объяснила, жанр самого летсплея, он режил себя на ютубе. И сейчас каждый второй ютубщик, сейчас очень изменился этот сам формат, который я уже не вписываюсь. Во-первых, все снимают с вебками, супер какое-то оформление там и так далее. Либо делают, знаете как, нарезками. То есть не полное прохождение, а просто какие-то смешные нарезки или части какие-то. Я тоже так не хочу. Поэтому я говорю, что мой формат, он уже... Он для начала ютуба, да, он был актуален, а сейчас уже нет. Но все равно спасибо большое ребятам, которые остались, которые смотрят. Мне приятно, правда. Спасибо тем, кто посмотрел это видео и выслушал меня. И надеюсь, вы меня поняли, всю мою мысль, что я пыталась вам рассказать и донести. Мое состояние, надеюсь, вы поняли. И пока что мы вместе, ребята. Я не знаю, когда это закончится. Рано или поздно, конечно, закончится. Но пока нет. Пока я... Несмотря на то падение по практической статистике, я все равно не хочу заканчивать. Это нужно мне прежде всего. Не подумайте, что я этим занимаюсь ради денег. Все, я чистые копейки получаю с ютуба. Я вообще это не рассматриваю, как заработок. Донаты, тем более. Это изредка ребята, если хотят поддержать, как-то на стриме донатят. То есть у меня нету бешеных сумм каких-то или чего там, как у других стримеров, там, не знаю, ютубщиков. Все это не так. Единственное, что я говорю, мне очень будет не хватать общения с подписчиками, с теми ребятами, с которыми я уже несколько лет общаюсь, например. Есть такие ребята, которые несколько лет меня смотрят, приходят, пишут комментарии на стримы, приходят. Что-то в чате общаемся, поэтому не могу пока, пока нет. Вот. На этом, наверное, все. Спасибо, что вы слушали. И мы встретимся с вами на моем канале. Пока-пока. Пока-пока.